Станица наша в Арсеньеве. В 2006 году казачий генерал Маланин назначил меня здесь наказным атаманом. Наказной атаман это не тот, который выбирается на кругу, а тот, который ставится. Называется наказной атаман. Я сюда приехал, ну как я здесь и был, просто он меня в Владивостоке назначил наказным атаманом. Я приехал сюда и организовал станицу. Называлась она Семеновские казаки. Так как у нас была не Арсеньев, а Семенов. Раньше, первые. Так как я был тренер, я собрал всех своих друзей, всех спортсменов, своих воспитанников всех. И начал, как говорится, через храм, через наш, был отец Николай, мы с ним первыми начали вместе работать. Воспитывать мальчишек. И до 2009 года это было. Потом в 2009 году мы с Дмитрием Чернявским решили, вот Арсеньев, да, а есть вот наш район, вот Анучино, Яковлевка. И мы организовали Даубихинская станица. Это проходит, что проходит по реке Даубихе. Даубихе, знаете как она переводится? Это называется по-китайски, это река, на которой прошло очень много сражений. Это великая на самом деле река Даубихе. Она, это сейчас маленькая, а раньше она была очень широкая. Даже я еще помню, что она была, и только на лодке можно было переплыть. Мы организовали станицу, Даубихинская станица и создали, организовали круг, где меня выбрали атаманов. В 2012 году мы организовали первый казачий класс, вот который мальчишки были 10 класса. И вот потихонечку мы вот так вот дальше. Владыка приехал в 9 или в 11? В 11? В конце. Да, вот Владыка приехал, и вот он, конечно, он просто внес в нашу жизнь, то мы просто была маленькая Даубихинская станица. Сейчас у нас лучшая станица, ну это благодаря Владыке, благодаря его батюшкам, которые нас наставляли на путь истины. Потому что, поверьте, я же не всегда был такой мягкий, пушистый, хороший, ну, были в 90-е годы. Но, поверьте, что казак без веры, это не казак, это бандит. Так что, и, вот, которые мальчишки, которые из первого класса приходят сюда, вы посмотрите, они другие, они, даже на лицо посмотрите, они одухотворенные. Сначала они маленькие, там, вредные, потихонечку, потихонечку. А сейчас, посмотрите, 10 класс. Это мальчишки, с которыми можно пойти в бой. Которые прикроют тебе спину. Это те мальчишки, которые будут защищать вас, ваших детей. Ну, чтобы, вот они подросли, да, но это поколение, надо опять первый класс, опять воспитывать, воспитывать, воспитывать. Это традиция, наши традиции должны быть. Это должно все в семье. Мы ничего не сделаем, это все зависит больше, конечно, от мамы, от папы. У нас маленькая часть. Так что вы должны нам помогать. Но не буду много говорить, потому что тут еще много. Спасибо.